Доброе утро! Мы продолжаем встречать новый день вместе с программой «Включайте на Беларусь-2». Ну и согласитесь, в нашей программе всегда хорошие треки. И вот есть одна хорошая композиция. Помнишь такую строчку? На большом воздушном шаре мандаринового цвета. Скажите спасибо, что я не пропел ее. Спасибо тебе за это, но наверняка многие вспомнили эту песню, а кто-то, может быть, и вслух пропел, кто знает. А это мы вообще о чем говорим? Именно на шаре, пускай и не полностью мандаринового цвета, недавно в Беларуси был установлен рекорд. Обо всех подробностях сегодня расспросим наших гостей. Пилот-инструктор Катерина Ивашина сегодня у нас в гостях, а также пилот Александр Повшко и преподаватель Института повышения квалификации и переподготовки Андрей Спесивец. Доброе утро! Здравствуйте! Здравствуйте, доброе утро! Давайте знакомиться и, конечно же, рассказывать про рекорд. В разных СМИ белорусских мы все читали про этот рекорд, и тем не менее подробностей очень мало. Как он был установлен, как пришла идея, как к нему готовились? Ну, надо сказать, что с самого начала нашей деятельности у нас выпала задача во многом быть первыми. Когда-то мы первые начинали как компания, потому что в истории Беларуси не было авиакомпании, которая специализировалась полетами на воздушных шарах. Мы прошли эту проверку в департаменте по авиации. Потом нами было проведено много фестивалей международных. Три из них проходили над столицей государства. В одном из них мы установили рекорд СНГ по численности шаров над столицей государства. И, насколько я знаю, такой рекорд пока не побит. Это было в 2015 году. То есть рекорд... Это у вас не впервые. Вы вообще любите заниматься первыми. Не сказать, что мы на этом специализируемся, но мы очень любим то, чем мы занимаемся, мы живем этим. И, конечно же, пробуем разное направление. То есть не только коммерческие полеты, это наша основная деятельность, но и обучение, проведение фестивалей, вот вызовы для себя, которые мы сами ставим, сами их, в принципе, вот пока успешно проходим и стремимся дальше и больше. Поэтому национальный рекорд это было как следующая страница, которую мы открыли в рамках государства, в которой мы, наверное, шли морально и профессионально, думали еще при начале основания нашей деятельности, но подготовившись и созревши вот только сейчас. Так, ну давайте еще раз расскажем зрителям, в чем заключался рекорд. Всем интересно, кто еще не слышал. Рекорд заключался в том, чтобы пробыть в небе наибольшее количество времени. Сколько длился ваш полет на воздушном шаре? Наш полет на воздушном шаре длился 9 часов 15 минут. Это он куда угодно летел, правильно, шар? Куда ветер дул или на ниточке? Совершенно верно. Куда ветер, как говорится, как мы всегда всем говорим, куда ветер, туда и мы. Слушайте, ну очень интересно, потому что мы живем в такое время, когда авиакомпании не могут летать просто куда хотят, а воздушный шар делал такое, куда он полетит через 9 часов сложно предугадать. Как я понимаю, или нет? Совершенно верно. Тяжело предугадать. Даже при планировании установления рекорда мы очень долго, очень тщательно смотрели все прогнозы погоды. Много сайтов смотрели, анализировали. На разных высотах ветер, куда он дует, во сколько он прекратится, с какой силой он дует, во сколько он прекратится с этой силой, то есть куда он подвернет, на какой высоте. То есть это очень много времени занимает сам анализ. Но иногда, как показывает практика, погода не всегда совпадает с действительностью, как оно будет, когда мы полетим или в действительности. Вы откуда взлетали? Мы взлетали из Сенницы. У нас был план, согласно погоде и нашим данным, с которым мы должны были взлетать и лететь, со скоростью около 15-20 км в час, средняя скорость наша должна была быть, мы должны были пролететь с такой скоростью около 5 часов. Потому что около 14 часов дня, 15, ветер прекращался, он не так сильно дул, и там уже 1 метр в секунду был, около 3 км в час. Но за это время мы должны были пролететь около 80 км. А пролетели? Пролетели где-то тоже столько же, но так как мы изначально думали, что мы будем все время лететь на одной высоте, в одном направлении, мы должны были пролететь где-то до Нальборгской пущи. Но когда мы упираемся в Нальборгскую пущу, и уже именно над самой пущей мы будем просто висеть, как говорится, ветра не будет. И мы будем ловить на разных высотах разные потоки ветра. И за счет этого мы далеко не улетели от Минска, но мы, как говорится, зигзагом вот так вот летали. Ой, наука очень сложная. А вообще, кроме погоды, какие самые большие опасности при полете на воздушном шаре? Ну, у нас основное – это, конечно же, погода. Ну, безопасность на воздушных шарах – это совокупность факторов, которые могут повлиять на безопасность, и планирование. То есть у нас есть предполетная подготовка, да, это очень важный фактор, который, в принципе, мы принимаем решение, мы летим или нет. Есть потом фактические замеры погоды, конечно же, квалификация пилотов, состояние нашего воздушного судна, организация работы всей – это все маленькие частички, которые влияют на безопасность. А чего летом не полетели? Извините, у меня такой вопрос, не могу ни задать, сейчас же холодно. Вот именно потому, что такие рекорды устанавливаются только в зимний период, потому что в летний период мы можем летать только строго утром и строго вечером. Для установления рекордов на дальность, на продолжительность нам нужно время. А утром мы можем там пару часов и вечером парочку. Поэтому это небезопасно, поэтому в наших климатических условиях мы можем только зимой. И поэтому это тоже накладывает сложность, что мы имели только вот этот период, хоть у нас зимы и много, вот этого с одной стороны. Буквально у нас было три месяца, а летного окна для нас тоже не было, на самом деле так мы и не дождались идеальных условий. И мы решили, чтобы не откладывать еще на год, использовать ту возможность, которая у нас была, и все, получилось отлично. Подготовка очень серьезная, это не то, как себе можно представить. Захотел, взял и полетел. Да, все на машине поехали. Все гораздо сложнее. А где вообще у нас можно научиться быть пилотом воздушного шара? Андрей Валерьевич, расскажите. Академия авиации. Белорусская государственная академия авиации. Это уникальное учреждение образования, которое готовит авиационных специалистов, и в том числе пилотов свободного аэростата. Кандидат до получения свидетельства должен быть не моложе 16 лет, должен иметь медицинский сертификат 2-го класса. Программа подготовки состоит из двух частей. Теоретическая часть и практическая часть. Проводится она в соответствии с образовательными программами дополнительного образования взрослых. Как вы уже назвали мою организацию, проходит в рамках, в стенах Института переповышения квалификаций и подготовки Белорусской государственной академии авиации. Занятия проводят очень грамотные преподаватели, также пилоты-инструктора, инструктора-экзаменаторы, что, в общем-то, позволяет достаточно быстро освоить данную программу. По окончании курса все документы, пакет документов направляется в высшую квалификационную комиссию департамента по авиации, Министерства транспорта и коммуникации. Комиссия рассматривает эти документы и потом принимает решение на выдачу свидетельства авиационного специалиста, сертификата, что, в общем-то, и уже переводит кандидата в разряд пилотов. А много пилотов, воздушных шаров, назовем их так? В Республике Беларуси, к сожалению, мало. То есть эта область у нас не очень развита. Пилотов-любителей вообще достаточно много у нас учится. Это, в общем-то, хорошо. Пилот-любитель звучит грустно. В случае с воздушным шаром опасно, по крайней мере. Хочется пилот-профессионалу, чтобы звучало. Профессионал говорит о профессиональной деятельности. То есть это выполнение каких-то коммерческих полетов. А основная масса пилотов, вот мало авиаций, это пилоты-любители, которые летают для своего удовольствия. И это очень хорошо. То есть именно вот из этого начинает расти большая авиация. То есть когда люди смотрят на авиацию, когда загораются ей, и потом уже переходят, скажем так, на следующий уровень. Или способствуют тому, чтобы люди переходили. То есть это положительное. Ну, вы знаете, мы вас поздравляем с вашим рекордом. Мы очень рады, что привлекается все больше внимания к авиации, к малой авиации, так скажем. Потому что, как кажется мне, чем больше спрос, тем легче будет потом со всякими разрешениями, бумажками, организацией этой сферы. И вполне возможно, будем летать, ну, если не в воздушном шаре, то на маленьком самолетике, из Орши, куда-нибудь, я не знаю, под Минск, в Вилейку и так далее. Я думаю, что не за горами такое время, когда мы все сможем путешествовать на маленьких самолетах и на воздушных шарах. Андрей Валерьевич, вам желаем новых студентов, а вам, конечно же, новых рекордов. Вы наверняка их планируете. Ну, а мы напомним, что сегодня у нас в гостях были пилот-инструктор Катерина Ивашина, пилот Александр Павшко и преподаватель Института повышения квалификации и переподготовки Андрей Списивцев. Подскажите, а что пилотам желают вот перед полетом? В нашем случае мягкой посадки и попутного ветра. Мы желаем вам мягкой посадки, друзья. А с вами встретимся совсем скоро. Оставайтесь вместе с программой «Включайся». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!